Всем привет и хорошего настроения! Сегодня мы снова в гостях у Германа, моего товарища по увлечениям, у Германа Ходоровского. И сегодня мы будем иметь радость представить вам, так сказать, в нормальном собранном состоянии, собранный, скажем так, из того, что было, золотыми руками Германа, аппарат Днепро-14. Аппарат Днепро-14. В одном из наших прошлых роликов мы, так сказать, вот, убедитесь, пожалуйста, что это именно Днепро-14, это задняя стеночка от него, пока она не установлена, потому что аппарат еще пока находится в процессе отладки. В одном из наших прошлых роликов мы показывали Днепро без одежды, скажем так, без корпуса, но работающий. Теперь он обрел, наконец, пристанище в деревянном, своем родном, лакированном, полированном корпусе. Вот, и сейчас нам Герман про него расскажет историю его, так сказать, возникновения из небытия, появления из руин. Этот магнитофон, как вы знаете, выпускался с 1969 года киевским заводом «Маяк». Киевским заводом «Маяк» он рассчитан на запись воспроизведения звука по двум дорожкам, двухдорожечной запись воспроизведения на скоростях 9 и 4,76 см. Вот так он закрывается сверху. Посмотрите, какая замечательная полировочка корпуса. Ну, просто, ну, как с магазина, да, Герман? Ну, не совсем с магазина. Да, ну, я передаю слово хозяину и реставратору этого аппарата, Герману. Пожалуйста, вы в кадре. Ну, вот в прошлых наших блогах, программах было, я рассказывал, как я нашел его, мы показывали, запускали его, буквально перед Новым годом. Я нашел, буквально на той же помойке, где я нашел, нашел вот этот пустой кухон. Вот здесь за окном, да, ты говоришь, это рядом, вот можно посмотреть даже из окна, недалеко. Да, я просто иду и гляжу на стоять, у меня есть выживание на помойках. Есть он, я прямо не ссуял, показал, говорю, вот он. Я туда вставил, и, ну, все равно, этой крышки у меня белой не было. И тут у меня друг приходит и говорит, слушай, говорит, надо, знаю, что у тебя днепровесть, у меня есть точно такой же. Давай, говорит, поменяем на сахту. У меня сахта была, ну, радиола. Давай, говорю, мне все равно не подняйте никак, а это мне надо. Он тоже в рабочем состоянии, конечно, но его приводить надо, все-таки. Я думаю, вставил сюда, попробовал, ну, тут полностью собранный, комплектный, в принципе, вот он весь. Вот сейчас он у нас функционирует, играет на девятой скорости. О, у него и звук такой еще вполне. Не хватает ручек вот этих? Ну, я думаю, найдем. Да, нужна притерочка. Панель немножко, да, не совсем хорошо встала. Ну, это очень аккуратно надо, потому что, видите, вот я включил. Пластмасса рассыхается, да. Да, вот видите, что с ручкой смотрелось. Это ручка переключения скоростей, я так помню. Да, и переключения, наверное. Да. То есть вот такая карболитовая, эбонитовая ручка. Буквально 50 лет рассыпалась в руках. Ну, да. 69-го. Ну, почти 50, почти полтинничек, да. И вот у них были вот такие крышечки. Тут это тоже было найдено отдельно совершенно. А, треугольная крышка, кстати, редко попадаются в целом виде. Обычно они отсутствуют у Днепров. Да, ну, ее надо красить в такой же белый цвет, чтобы она совпадала. Немножко по цвету отличается. А так она припаивается сюда. Раз, все. А я попробую сделать, чтобы она снималась, потому что... Да лучше, конечно, съемную сделать. Там такие специальные щели-то есть, да? Ну, нет, потому что все-таки обслуга должна практически чистить. Безусловно. Значит, иначе пока для того, чтобы чистить головки, приходится снимать вот эту вот декоративную панель, да? Это неудобно. А я сделаю съемную. А так можно сделать съемную эту крышечку, и да, будет удобно. Ну, самое главное, что остались все вот эти вот. Угу, угу. То есть, аккуратненько туда ее раз. Ну, руки золотые сделаешь. Есть к чему зацепиться, самое главное. Это золотые, это контакт, подожди, не закрывай. Расскажи про органы управления, что к чему здесь. Вызов. Извините за отвлечение немножко от темы, тут был срочный вызов. Так, и так, значит, ты расскажешь про органы управления. Вот это у нас основная ручка, да, управление режимом лентопротяжного механизма. Налево-направо. Налево-направо, да, положение стоп. Перемотка влево. Пока вот немножко цепляет, да, чуть-чуть. Да, ничего. Так, перемотка вперед. А вперед мотает? Да, конечно. Ну-ка. Ага, вперед, назад, да? То есть вот это рукоятка у нас, органы управления лентопротягом. Все режимы включают. А режим пусто, просто включаем ее и все? Да, все. И она поехала, да? А, это пауза. А, это пауза. Она поджимается здесь. Ну, ясно. Так, это вот такой интересный переключатель режимов запись воспроизведения, да? То есть если его повернуть, так, нажимается пауза. О, загорается волшебный магический глаз. И магнитофон может начать писать. Ясно. И пошла там. Ну, а это регуляторы у нас уровень записи и уровень воспроизведения, да? А это селектор записи. Селектор входов. Селектор, грубо говоря, магнитофон, звукосниматель, проигрыватель и линейный вход. А запись выключается просто. Раз, и все. А вот так вот, щелк, и мы вышли, да? Что вот находится вот здесь, вернее, зачем вот эти две рукоятки? Я так и не понял. Это оба тембры? Оба тембры, да? То есть просто нет. Здесь просто написано, а, тембр, НЧВЧ. Все, пардон, да. Если придется немножко все-таки домытие, слегка и полирануфон. Ну, я думаю, да, тут немножечко есть, так сказать, простор для творчества. Именно в этом направлении. Именно в этом направлении. А, Ярван, про ножки ты хотел сказать еще. Это магнитофон этот. На ногах же должен стоять, насколько я понимаю. Вот этот, да. Да, у него ножки вкручиваются, да, как у телевизора, большой такие. Телевизионные. Телевизионные длинные ноги. То есть, в принципе, это вариант, получается, консольного магнитофона, да? Тумбова называется. Тумбова. Ну, тут различные варианты, как бы, вот этого термина, я слышал. Кто-то обзывает их консольными на ногах, кто-то обзывает тумбова. Раньше просто с мебелью было очень тяжело, и квартиры стояли полпустые. И все, она никуда не будет. Да, пока не нужно его тереть пластмассу лишний раз. И все, чтобы заполнять квартиру, например, там террелизор был на ножках. Вот это все было на ножках. Тумбочки были на ножках. А, вот это, кстати, интересная мысль. Для придания объема, да, ставили на длинные ноги. Сейчас это уже не актуально, потому что и так некуда что-либо воткнуть. А вот это вот такие, они были уже... А это тумбовый вариант, да? Настольный. Настольный. Это у нас, конечно же, Латвия. Все именами знакомые и любимые. Давай включим, почему бы нет. Это Латвия, причем первой модификации. Да, она, по-моему, 65-го, 2-й, 63-го года. И, в принципе, обе ты их поднял, да? То есть они обе на ходу работают. Так, давай послушаем Латвию. О, загорелась веселыми огнями ее шкала. Так, ну-ка, что мы там? Пусть прогреется. О, ничего себе, а у нее здесь такой большой был, на ЭПУ. Ни хрена себе. Серьезный такой диск. Обычные диски были поменьше. А тут стоит, как, очень интересная система. Съема диска, да, снимаешь шайбу, да, и... Ну, там все внутри. Ну, да, это... УКВ? Супер. Он, наверное, телевизор, ну, немножко гармоники подвалил. Слушай, звук какой хороший. А это вот и вот. Оставь, классно, музыка. Даже без антенны, да, грубо говоря? А, ну, на свой диполь ломит. На свой диполь. Прекрасно отстроено. Средние луны. На средних, наверное, ничего не поймаем. А, антенну надо втыкать. А зачем? Магнитная антенна у него работает прекрасно. Так, это... А, она же у нас магнитная. Ничего себе. Что же является, что? Настоящий футболокет в Кучинский режим. Вот и все. Слушай, средние чудесно ловит. А покрути регулировку магнитной, сбивается, да? А вот он. Ага. А я и забыл, что у него встроенная магнитная антенна регулирует. Да? На провод много помех идет. На внешнюю антенну. Да. Замечательно. Ну что же, Герман, ну молодца. Еще что-то на средних. Потрясающе. Давай попробуем, будет ли он воспроизводить что-нибудь на проигрывателе. Так, а скорость включил. А, стоп. Здесь очень интересно. Секундочку, очень интересно. Здесь же нужно переключать у каждого нейтралка. Вот это нейтралка. А, между каждой скоростью нейтралочка, да? Нейтралка. Крюша, раз 33, например, там, да? Так. Поднимаешь ее. Поднимаешь, пошла на 33. Ага. Что-то она... Ладно, пластинки этой уже ничего не страшно, да? Поэтому... Муслим Магомаев. Нет. Павад Бельгуля-Бы. Простите, пожалуйста. Где-то нарет. Сначала тянуло, а сейчас вроде разошлась. Да, и стало даже побыстрее. А, Диночка, они все разогреваются. Дело в том, что у нее очень тяжелый диск. И пока он разогреется... Так диск, да. Я такой глобальный большой диск, честно говоря, я не помню. Обычно они диски размером вот с эту пластиночку. А здесь вот такой большущий. Как на высококлассных радиологов. Просто я не буду снимать. Там под ней стоит пластина. Еще одна пластина стоит пластмассовая такая шайба. У нее встыкаются шарики. И это шарики... А, вон оно. То есть, оно как бы на шарикоподшипнике. На шарикоподшипнике. Так и вкладывается. А вот сюда, знаешь, что ставится? Сюда ставится такая щетка. Чистить это самое. Че, у тебя есть? Я все есть. Да ладно. Интересная какая крышка. Слушай, фактура такая вообще. Мне это очень нравится. Мне даже есть, но это потом мы еще что-то поставим. Вот умели красиво оформлять. Первые лазвии, конечно, мне по внешнему оформлению нравятся больше. Вот внешнего комплекта. Вот это. Это центр щетка, да? Нет, нет. Ну, для центровать пластинку с большой дыркой. Я знаю, что это такое. Да, большая дырка. Да, это сюда. Так. Это вот у нас. И вот это вот. И вот это, да? То есть, все. Полный комплект. Здесь стоит тройная подсветка. Все думали, для чего? Она подсвечивает... А, вон. Она еще подсвечивает. Третья лампочка подсвечивает место для вот этой щеточки. Особенно в темноте очень хорошо это делали. Потрясающе. Да, это щетка для чистки пластинки. В темноте мы ее не потеряем. Изумительно. Автостоп, вы поняли, да? Что работает. Вот концы рик находятся вот здесь. Ага, давайте. Либо включается, либо не выключается. Видите, до конца доводим. Так, это... А, автостоп сработал. Теперь нужно отвести назад до конца, по-моему. Нет, нажать два раза. Два раза нажать. Вот оно что. Слушай, я не знал. Интересно. Вот, все. Вот. А он отключается, автостоп? Единственное, что нужно делать, потому что... На диаметре различные пластины, да? Да, расстояние вот этого. Вот это, видимо, отключение автостопа, да? Да, вот он выключается. То есть, все можно вот так отключить, да? Ну, и нейтрально каждой скорости. Видите, он... И все, уже не реагирует, да? Да, не реагирует. Интересно. А, включается он так, раз. Потом, когда я его выключил, просто если он автостоп врубился, отщелкнул, отбил, вот ведь отбил, да? Надо нажать два раза на этот рычажок, да? Да. Просто раз, и он щелкал. Концевик там. Ну что ж, замечательно. И все просто... У тебя и головка-то хорошая. Ты головку, кстати, не чинил? Такая была? Я знаю, как не чинил. Знаешь? Есть свои секреты. Есть свои секреты. Не будешь делиться. И они обе у тебя имеют место в наличии. Это нижняя от этого. Слушай, ну у тебя тут вообще набор. Вот. Вот, в нишу. Рай для реставратора. А, да, ремкомплект. Вот это мне всегда нравится. Открываешь коробочку, а в ней лежат две лампочки или что там еще? Три лампочки. Какие-то предохранители. Да, и в ней лежава запечатанная запаянная такая голова. Головка. Иголка. Иголка. Чистая иголка, да? Иголка. Вставочка. Ну, я понял. Вставка с двумя иглами. Вот это от одного. Латвия. Замечательно. Сохран стенки потрясающие, да? И это вторая. Ну, просто здесь вытащили встать там вот этот самый. И вот вторая. И вот вторая такая же, уже со шнуром в Латвии. Ну, просто со шнур там вставлены, чтобы не выдерживать как же раз. Ну, да, ну, да. Видите, она вставлялась просто туда в металлические пазы и пальчиком раз. Ну, это, да, обычная система. Два кружочка с отверстием под пальчик являются замками, собственно говоря, этой. И здесь главное не перепутать. Это потом может просто взорваться. Да, да. Ну, взорваться-то не взорвется, но сгореть, сгорит на ура. Чего как взорваться? Чего как взорваться? А что это? Чего там взорваться? Только конденсатором. Вот конденсатор-то и вылетает. А если он вылетел оттуда, там лента же стоит внутри. И будет красиво, да? Серпантин конфетти. Ладно, спасибо огромное. Я вот еще очень, так сказать, сильно хотел бы услышать и увидеть рассказ про вот эту вот замечательную. Харьков, да? Это Харьков 63. Это вообще называют, это же магниторадиола, вот, если будет правильно. Магниторадиола Харьков 63. 63-го года проекта. 63-го года проекта. Смотрите, какая обалденная штука. Трапециевидной формы корпус. То есть, он снизу сужается вверх, расширяется вверх, сужается книзу. Вот. И тут для 63-го года, кстати, вот странно, вот пластмассовая вот эта вот вещь. Пластмассовая, да. В 63-м году все еще шло в радиоткани, с тряпочной облицовкой. Здесь уже пластмасса. И вот она немножечко, так сказать, ждет завершающих аккордов работы по ее ремонту, да? Да не ищи сейчас, не надо. Не, почему? Вот, видите, открываем крышку и видим проигрыватель с небольшим диском, который наговорил. И магнитофонная панель. А, вот она, родная, да? Да, металлическая. То есть, на 15-й, наверное, катушки максимально. Если не на 13-й даже. Да, маленький, да. Маленький. Вот такую панель я не видел. Это не Нота, это не прибалтийские панели, которые... Это какая-то своя вот киевская разработка, интересно. Было бы очень интересно, Герман, увидеть ее в работе, так сказать. Она практически уже готова. Услышать ее. И вот я думаю, что один из ближайших обзоров, если у тебя будет время ее довести до ума, мы посвятим именно... Все крювишки есть от него, все предположено. Они, самое главное, что съемные здесь были, вот эти вот, маленькие. И опять-таки... Да, 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 да. И опять-таки чистилка для пластины. Кстати, она не отсюда. Вот она пойдет как раз туда, во вторую. Ну что же, на этом, наверное, будем сегодня завершать наш обзор. Большое спасибо, скажем, Герману. С нетерпением, Герман, мы ждем, так сказать, продолжений и реставрации всей твоей остальной техники. Какие планы вообще? Сейчас мы покажем все-таки радиолюкс 56-го года выпуска. Еще при Сталине выпуска, обычно. 56-го года радиолюкс. Если посмотреть, здесь на панели еще осталось такой, как Донецк, вот он здесь есть. А, такие города, которых уже сейчас как бы до... Нет, почему, вот он тут и Стальгон, вот все они здесь есть, вот Донецк есть, да. А вместо этого, там стоит Сталином. Сталином. А, раньше Донецк был Сталином, да. Сталином. И там тоже с этой стороны, как говорится, Сталина, а тут Сталин, а тут Сталин. Ну что ж, я тогда пока отключаюсь на этом ролике. Следующий ролик у нас будет посвящен, прямо вот сейчас мы его снимем, радиолюкс. Все, благодарю за внимание. Отключаемся. Отключаемся. Продолжение следует...